Жизнь человека имеет круговой этап, то есть первая тема, количество реинкарнаций конечно и потом регресс, это первая проблема. Вторая проблема Жизнь человека ограничена, одна человеческая Третья проблема, время смерти в одной жизни неизвестно Четвертая проблема Без правильной методики вы не можете справиться с первыми тремя проблемами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... А вот здесь при регрессии методика уже что? Не нужна. Почему? Потому что сначала вам нужно создать основание для необходимости, чтобы вы получили методику. Поэтому вас сначала прогонят через животное царство, где с вами сделают то же самое, что вы сделали со всеми на земле. Потом через растительное, потом через камни, потом вернут в растительное, потом в животное, потом только опять переродитесь человеком. Вот такая система. И тогда у вас точно появится основание для того, чтобы найти методику. Мало того, еще одна проблема. Какой круг сейчас у вас, вы не знаете. Поэтому вам нужно жить последнюю жизнь. То есть считать всегда, что у вас 187-й круг реинформационного. Поэтому нужна обязательно методика, которая решает эту задачу за одну человеческую жизнь. Обязательно. Поэтому и нужно практиковать ту методику, которая обязательно решает эту задачу за одну человеческую жизнь. Но психосомология дает какой эффект? Наименьшего что? Сопротивление при решении этой задачи. Поэтому мы пишем. Психосомология, помимо, дает наименьшее при решении этой задачи. Поэтому хорийская медицина даже в хорийских родах хранила, что в глубочайшей тайне, так же, как в калачейне. Почему? Слишком просто для современного. То есть каждая эпоха, она что? Своё. На востоке говорят, каждая болезнь лечится своим лекарством. Своё дает. И если вы не находите оснований на земле решать эту задачу, вам их создают естественные иерархиотворения. Вам обязательно создадут основания. И вы, вероятно, здесь сегодня. Потому что у вас такие основания появились. И вам надо помнить, что у вас 187-й раз. Всем надо помнить каждую секунду, что у них 187-й раз. Спасли. Только исходя из этого, можно решить эту задачу. То есть имея вот такую основу, которую я здесь написал, этих пять вещей, понимая, вы будете заниматься истинной. Куягой. То есть так учили на Руси и истинной. Видите, как это на буддийском учении отличается? Очень сильно. То есть так учили у нас на Руси. Поэтому у нас первые практики, которые были сразу, с рождения, это что? Куяга и Караяга. Две практики мы сразу делали. Правая и левая рука. То есть мы знали. У нас 187-й раз. Хотя наши наставники знали, какой у нас раз. Они нам не говорили никогда. Почему? Все. Палыч почему говорил? Жизни обычно хватает. И вот если вы будете эти пять вещей помнить постоянно, то вам очень легко будет принимать решение в вашей жизни, что бы вы ни делали. То есть ведет ли это к реализации вот этого, значит решение положительное. Не ведет, значит решение, какое должно быть отрицательное. И вы помните. Крайности это что? Очень плохо. Нужно что? Равновесие во всем. Мера и равновесие. Хотите выпить рюмку водки? Выпейте, пожалуйста. Две так сказано нашими предками. Две рюмки смело. Шарашьте. Понятно, да? И все, и хорош на сегодня. Занимайтесь делом. Это в лекарство пойдет. Все, что больше, козленочком станешь, сказано. Не надо пить больше. Мы, все наши неприятности, только от того, что мы не помним мудрости наших предков. Все неприятности. Если бы мы помнили, что две больше двух рюмок нельзя, мы бы выпивали каждый день, у нас бы не было никаких штоп. Проблема была бы абсолютная здоровье. Абсолютная была бы здоровье. Два по пятьдесят выпил, поел хорошо за обедом, пошел работать. Не запаха от тебя, ничего. Или раз в неделю совокупирил это все. В две бутылки водки нажрался и три дня не можешь встать с кровати. Но, ребята, это не работа. И все на тебя смотрят, как на свинью. Я точно знаю только одно. Каждую пятницу я в говно. Не надо превращаться каждую пятницу в озорную свинью. Не надо. Это очень неполезно для вас. Вам, как вы только хотите превратиться в пятницу в озорную свинью, нужно вспомнить про эти пяти вещей. Гороженько вспомнить о том, что обязательно, когда вы переродите животное, сами сделают то же самое, что вы делаете. Вас убьют, ваше тело, и сожрут. И вы получите жуткий стресс. Что еще хуже усугубит ваша способность. Еще тупее вас. Попал на существо. Поэтому лучше не надо. Мой дедушка попал на праздник холодцом. Да. Но лучше не делать это. Относитесь к всему уже... То есть обратите внимание, наши предки, наши предки, они были очень мудрые люди. Обратите внимание, никто не охотился для того, чтобы, так сказать, потешить свое самолюбие. Убивали одного оленя. Только чтобы поесть. Этого достаточно. Этого достаточно. Не брали ничего от природы, большего, чем необходимо на сегодняшний день. Понимаете? Почему украинская кухня такая богатая и интересная? Потому что находили возможность с одного оленя или с одного кабана сделать что? Кучу продуктов. Чтобы еще на дольше что? Хватило, да? И колбацу домашнюю, и сало, да? Все в код шло. И это все было правильно. Потому что украинская кухня, если честно сказать, одна из самых лучших в мире. Самая вкусная в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok